Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что такое фронтенд? На самом деле существует достаточно распространенное заблуждение о том, что фронтенд это только верстка, HTML, CSS и ничего более. Что фронтендеры занимаются стилями, что они дизайнят макеты, что они правят HTML-код и больше ничего, и что это вообще не программисты по сути. На самом деле это неправда, и на сегодняшний день фронтенд это очень большая область, которая включает в себя достаточно много разных обязанностей. А фронтенд это публичная часть веб-приложений, с которой непосредственно контактируют и взаимодействуют пользователи. Во фронтенд входит отображение пользовательского интерфейса, функционал, который выполняется на стороне клиента и обработка пользовательских запросов. Отсюда можно встретить старое название клиент-сайт, то есть та часть веб-приложений, которая выполняется у клиента. Что же такое веб-приложение? Веб-приложение это клиент-серверное приложение, в котором клиентам выступает в основном браузер, то есть мобильный браузер, браузер на компьютере, браузер на мобильных часах, на смарт-часах, на телевизорах, в холодильниках. Все это клиенты для веб-приложений. А сервером в случае веб-приложений является веб-сервер, например, Apache, Jinx, ну и другие варианты, их масса на самом деле. Логика веб-приложений распределена между клиентом и сервером. Хранение данных осуществляется преимущественно на сервере, а обмен информацией происходит по сети интернет. Примеры веб-приложений всем вам известны. Это ВКонтакте, Google, Facebook, Mail.ru. Любой более-менее крупный сайт является веб-приложением. Ну, на самом деле, любой сайт по сути является веб-приложением. Просто некоторые из них более сложные, некоторые менее сложные, более простые. Что же такое фронтенд-разработка? Это работа по созданию публичной части веб-приложения, с которой непосредственно контактирует пользователь. То есть то, что вы видите в браузере, за это отвечает фронтенд-разработчик. То, куда браузер отправляет свои запросы на загрузку страниц, картинок, стилей и другой статики, это тоже входит в обязанности фронтенд-разработчиков. Потому что обычно именно настройкой и написанием этой части тоже занимается фронтендер. А бэкэнд, бэкэндерская часть, это та часть, которая отвечает за разработку сервера. В нее входят немного другие обязанности. В течение всего семестра мы со студентами выполняем сместерой проект. Студенты разбиваются на команды и в командах выполняют проект веб-приложения, которое по существу является мультиплеерной игрой в браузере. То есть игрой, в которой может зайти несколько пользователей и играть в нее друг с другом по интернету в браузере. А структура очень простая до банальности. Меню приложения, форму входа и регистрации, таблица лидеров какая-то, собственно, сама игра, синглплеерная версия, мультиплеерная версия, какое-то окно about с информацией о разработчиках и еще что-то, что необходимо для написания веб-приложения. То есть это могут быть страницы с правилами и еще много чего, на самом деле, без ограничений практически. Вот пример скриншот какого-то главного меню, пример другой вариант главного меню, какая-то форма регистрации, страничка с окном о разработчиках игры. Собственно, сама игра, вот экран, 3D-модельки, какой-то самолетик летает, сбивает колечки. В общем, фантазия не ограничена. Можете делать все, что угодно, чтобы почерпать вдохновение, можете зайти на сайт The FWA. FWA это Favorite Web Awards, то есть Favorite Web Site Awards, прошу прощения. Это сайт, на котором периодически публикуются подборки самых крутых веб-приложений, которые только существуют в мире, которые используют самые передовые технологии фронт-энда. В общем, очень крутые вещи. Советую зайти, позалипать, и, возможно, что-то из этого вам понравится, и что-то из этого вы будете использовать у себя в проектах. Перейдем немножко к теории. Что такое клиент-сервирование взаимодействия? Было сказано ранее, что веб-приложение — это клиент-сервирование веб-приложение. Собственно, вопрос, как работают такие приложения, как вообще сейчас работают сайты? Клиент-сервирование модели — это такая модель, архитектура веб-приложение, в котором вся работа, вычислительная сетевая архитектура, распределена между поставщиками услуг, называемыми серверами, и заказчиками услуг, называемыми клиентами. То есть клиент-сервирование модели применима не только к веб-приложениям, а на самом деле к целому классу приложений, в которые входит в том числе и веб-приложение. Таким образом, у нас есть поставщики услуг — это веб-серверы, и заказчики услуг — это браузеры, ну и клиенты, которые, пользователи, которые снят за браузером и пользуются сетью интернет. За всю историю, начиная с 1990 года, когда только-только начал развиваться интернет, структура веб-приложений претерпела несколько изменений. На первом этапе веб-приложения были очень простые. Не существовало мощных сайтов. По сути, весь интернет представлял себе набор страничек, которые загружались в браузер и которые пользователи просматривали. То есть у нас имеется два элемента. Это браузер, а это веб-сервер, на котором хранится статика, и браузер, ну, HTML-код. И браузер запрашивает HTML-код, рендерит у себя на экране, и пользователи читают то, что там присутствует. Не было никакой динамики. Тогда был очень-очень простой интернет, но пользователи уже тогда им пользовались, потому что была такая вещь, как гиперссылки. Они позволяли переходить между страницами и, по сути, получать доступ к очень большому количеству информации. В 1990 году интернет — это был источник информации, в котором пользователи находили что-то полезное, какие-то книги, научные статьи, исследования, анекдоты без проблем, много чего друг такого. Таким образом, на первом этапе фронтенд и бэкэнд были очень простые. На фронтенде фронтенд отвечал за отображение статических HTML-страниц, то есть там используются такие технологии, как HTML, CSS для раскраски, и все. И контент на страницах переходный по гиперссылкам, то есть то, что, собственно, на самом сайте присутствует, вот это было обязанностью фронтендера, условно говоря. А бэкэнд всего лишь хранил статические документы и отдавал их по запросу по протоколу HTTP. На данном этапе сайт называли сфебресурсами. С развитием интернета добавились такие вещи, как HTML-формы. Добавилась возможность взаимодействия пользователя с приложениями. То есть пользователь вводит данные в HTML-форму, допустим, свое имя пользователя, какой-нибудь электронный адрес, ну, не знаю, возможно, возраст, ну, какую-то анкету заполняет, нажимает кнопочку «Зарегистрироваться» и отправляется запрос на сайт, на сервер. Запрос с данными. Соответственно, появилась возможность взаимодействовать с пользователем. Если раньше пользователь просто потреблял контент, то сейчас он его может взаимодействовать или даже создавать. То есть, например, форумы, на которых пользователи пишут свои сообщения, по сути, они генерируют новый контент сайта. А так как появились данные, то, соответственно, в архитектуре, в структуре веб-приложений появилась такая вещь, как база данных, в которой эти данные хранятся. И веб-сервер, который уже отвечает не только за отдачу HTML-страничек, но и за обработку этих данных, за их хранение, за их передачу. Появляется такая вещь, как API. API – это, по сути, набор ручек, который клиент может дернуть у сервера. И ручки там позволяют получить какие-то данные или записать какие-то данные, какую-то информацию запросить динамическую. На данном этапе веб-приложения работали следующим образом. Веб-браузер загружал HTML-страницу, делал запрос. А веб-сервер по запросу понимал, какой ресурс клиенту нужен. То есть, например, если это страница с профилем, то у каждого пользователя профиль свой собственный. И поэтому хранить на сервере кучу страничек с профилями всех пользователей – это невыгодно по памяти. Если у нас пользователь миллион, то хранить миллион HTML-файлов, в котором хранится профиль каждого пользователя – это слишком сложно. Поэтому мы придумали такую вещь, как динамическое создание контента. То есть, мы делаем запрос на сервер. Сервер запрашивает данные из базы данных. И по какой-то логике на основе этих данных генерирует HTML-структуру вот конкретно того документа, который нужен пользователю. С его параметрами, с его именем пользователя, с его электронной почтой. И отдает ее браузеру. На данном этапе фронтенд отвечал за статические HTML-страницы, за контент на страницах и за взаимодействие с сервисом посредством форм. На бэкэнде было чуть-чуть сложнее. Там было, как раньше, хранение статики, хранение документов. Кроме этого, добавилась обработка поисковых запросов, генерация динамических страниц и хранение данных в базе данных. Ну и, соответственно, работа с данными. На этом этапе сайты принято было назвать веб-сервисами. Вот сейчас, в современном мире, после появления iOS 2, после появления iPhone, вообще, когда начали появляться мобильные приложения, когда, ну, мобильные устройства, смартфоны, когда персональные компьютеры перестали быть роскошью и стали повседневной вещью, количество клиентов у веб-приложений начало очень сильно, лавинообразно, я бы даже сказал, возрастать. И если раньше у какого-то сайта было тысячи поисков, то сейчас вполне есть такие сайты, у которых миллионы пользователей, даже миллиард, например, тот же самый Google. И работать по старой схеме стало снова невыгодно. На запрос каждого пользователя генерировать полностью весь HTML-код стало невыгодно. Это слишком сложно по расходам. И если раньше к нам приходило, допустим, в секунду 10 пользователей, мы справлялись с такими нагрузками, то сейчас на современные веб-сервисы, типа ВКонтакта, Гугла, Фейсбука, приходят тысячи пользователей, и сервера не справляются с такой нагрузкой. Поэтому был принят такой подход, как вынести часть логики из сервера на клиент. То есть сейчас браузер запрашивает данные у клиента по какому-то API, но ответ получает не готовый HTML-файл, как раньше, а именно эти данные и только их. А HTML-страницу, интерфейс пользователя, формирует уже у себя в браузере. Это становится возможным благодаря тому, в том числе, что устройства, на которых открываются браузеры, стали намного мощнее. Если раньше это были какие-то компьютеры с Pentium II, то сейчас это MacBook, сейчас это iPhone, которые во многих случаях мощнее, чем какие-то персональные компьютеры. И поэтому для оптимизации производительности некоторая логика, некоторые вычисления проводятся, в том числе и на клиенте. И вот именно сейчас все веб-приложения более-менее крупные работают именно по такому принципу. То есть у нас есть фронтенд, на котором, как и раньше, есть статический контент, как и раньше осталось выполнение запросов к API, но добавилась такая вещь, как генерация отображения пользовательского интерфейса. Если раньше это им занимался backend, то сейчас этим занимается фронтенд. И обновление пользовательского интерфейса в ответ на действие пользователя. То есть если вспомнить то же самое в ВКонтакте, то когда мы переходим по ссылкам, у нас страница не перезагружается полностью, а просто какие-то блоки страницы исчезают, какие-то новые блоки страницы появляются. Именно это и есть обновление UI в ответ на действие пользователя. На backend уже осталось два грустных пункта. А это реализация публичного API, то есть тех функций, по которым браузер может взаимодействовать с сервисом. И хранение данных, базе данных и работы с ними. А разумеется, это сейчас была структура веб-приложений в таком общем, скажем так, виде. То есть если углубляться, то и на фронтенде, и на бэкэнде гораздо больше. Всяких разных составляющих частей. Но для понимания того, что фронтенд — это не только верст, этого достаточно именно в таком плане. И такие веб-приложения на сегодняшний момент, которые на этапе 3 созданы, они называются именно веб-приложениями. То есть это очень сложная программа, по сути, которая просто запускается в браузере. Но внутри себя они содержат очень много логики. Как фронтендеру, как фронтенд-разработчику начинающему, у вас может возникнуть вопрос, в какой операционной системе разрабатывать. На самом деле, на сегодняшний момент все инструменты, которые используют фронтенд-разработчики, они кроссплатформенные, доступные на любой операционной системе. В своей работе мы будем использовать Git и Node.js. И обе эти программы доступны в Windows, в OS X, в Linux, в любом Linux практически. Где-то еще доступны, если у вас есть какие-то устройства на других операционных системах, то, скорее всего, они тоже для них доступны. И поэтому выбора, ну, разницы в том, где разрабатывать в WinD или на Mac, особо нет. Где писать код? Редактор кода – вторая, безусловно, важная вещь для программиста. Можно использовать, на самом деле, в том числе и блокнот, но для продуктивности работы, для того, чтобы работать было приятнее и удобнее, используют, конечно, редакторы кода или даже IDE. Редакторы кода – Atom Text Editor, Visual Studio Code. Sublime Text раньше был и сейчас. Я бы не советовал вам использовать, потому что он немножко устарел, на мой взгляд. Это только мой взгляд. В качестве IDE, если вы хотите более мощные возможности, в отличие от редакторов, можно использовать IDE от JetBrains, JavaScript IDE WebStorm. У нее есть open-source версия, community-версия, есть и платная версия. Если вы студент, то, скорее всего, у вас есть возможность получить бесплатную версию с полным функционалом. Для студентов есть такие вещи. Ну и в целом есть и другие IDE, но вот WebStorm – это самое популярное из них, я бы даже сказал, идея с самым большим количеством возможностей. В жизни разработчика всегда встает вопрос о том, где хранить исходники программ. И поэтому мы используем в своей работе хостингер по истории GitHub. Это, по сути, база данных программ. Ну, то есть на GitHub хранится история изменений исходников ваших программ и имеются возможности просмотреть, как программа выглядит, допустим, вчера, как она выглядит сейчас. Очень много возможностей для совместной работы программистов над приложениями, над исходниками. Он бесплатный и поддерживает очень много возможностей. Поэтому мы его используем и в целом в разработке. GitHub – очень популярная вещь. И так как мы все-таки веб-разработчики, фронт-энд-разработчики, и мы делаем сайты, то было бы круто посмотреть, что мы в итоге сделали. Показать у себя на локальном компьютере то, что мы свистали какой-то HTML-макет, это, конечно, прикольно, но мы хотим сделать веб-приложение, которое будет доступно всем пользователям. Соответственно, рано или поздно у нас станет вопрос, куда наш сайт деплоить, где его разворачивать. Мы будем использовать для начала бесплатные хостинги. Есть много разных аналогов. Мы, например, в своей работе используем Heroku. У него есть несколько преимуществ. Первое в том, что он бесплатный. Есть и платная версия с большими возможностями, но и есть и бесплатная версия. И на первом этапе мы будем использовать именно его. А большие возможности по деплою приложений поддерживают много языков программирования, в том числе и JavaScript, тот, на котором мы в основном будем вести свою работу. Можно деплоить приложение и на PHP, и на Django с использованием Ruby, с использованием Java. Много возможностей. Можете зайти по ссылке и посмотреть, что там доступно. Вот. Перейдем чуть ближе к практике. Так как мы разрабатываем веб-приложения для браузеров, то было бы очень хорошо знать вообще, что находится внутри браузера и как они работают. В общем плане, если посмотреть так с высоты птичьего полета, то браузер состоит из нескольких процессов. Это сам процесс браузера, ядро, так сказать, kernel процесс, в котором содержится управление польским интерфейсом браузера, работа с сетью, работа с диском, то есть то, всякие иконки, контролы, как браузер делает запросы, как он хранит данные, там кэширование, вот это все, за это отвечает именно браузер процесс. И на каждую вкладку, по сути, на каждую вкладку создается отдельный рендер процесс, который уже управляет именно вашим веб-приложением. То есть, если у вас в браузере открыто несколько вкладок, допустим пять, то на самом деле процессов шесть. Один главный процесс браузера и пять процессов на каждую вкладку. Что же находится в процессе, который отвечает за рендер страницы? Несколько элементов. Это HTML-рендерер, то есть тот блок, который отвечает за отображение именно в верстке. То есть у нас имеется какой-то HTML-код, и HTML-рендерер этот код преображает в изображение, преобразует. А есть так называемая вещь, как JS JavaScript Engine. Так как JavaScript — это язык программирования, который позволяет создавать веб-приложение, то для его работы нужен интерпретатор. JavaScript — это интерпретируемый язык программирования. И такой интерпретатор в браузере тоже присутствует. Например, в наиболее современных браузерах Chrome, Opera — это V8. Есть такие вещи, как SpiderMonkey, JavaScript Core. Очень много различных интерпретаторов JavaScript придумано, которые используются в браузерах. И все они присутствуют в любом браузере. Есть такая вещь, как DOM-биндинг и другие биндинги. То есть это способы взаимодействия из JavaScript с HTML-страницей. Но о них поговорим чуть позже. Так как в браузере мы запускаем приложения, которые написаны другими разработчиками, то ради безопасности имеются несколько ограничений. Например, из JavaScript в браузере нельзя взаимодействовать с файловой системой. То есть мы не можем написать код, который будет создавать на компьютере пользователя какие-то файлы или удалять. Есть специальная песочница, которая позволяет эмулировать файловую систему, но у нее очень ограничены возможности, и в целом это не то, что нужно. Нет доступа к сетевым функциям, кроме того, что предоставляет нам сам браузер. То есть мы с браузера можем сделать, допустим, HTTP-запрос, но специальным JavaScript-кодом, но там тоже есть ограничения. И по сути мы не можем, например, прослушать какой-то порт, вправить сообщение по каким-то другим протоколам отличного на HTTP. Нет возможности организовать многопоточные вычисления. То есть если у вас на компьютере много ядер, но на каждую вкладку будет, по сути, в первом приближении всего одно ядро. И весь JavaScript-код будет выполняться в одном потоке. Есть такие вещи, как воркеры, и они позволяют это дело немножко обходить, но это не совсем то, потому что там очень много ограничений. И они, воркеры, используются для определенных специфических задач, не таких, как обычно встречаются перед разработчиком. И нельзя создавать новые процессы, запускать программы, ну, не считая открытия новых вкладок. Можно также открывать специальные приложения, то есть, но, например, когда мы открываем, переходим по ссылке, допустим, с адресом электронной почты, то браузер может предложить нам открыть наш почтовый клиент. Но это выполняется только в определенных случаях и только в согласии пользователя. А запустить какую-нибудь рандомную программу на диске, допустим, калькулятор, мы не сможем из браузера. Вот. Именно поэтому, чтобы обойти все эти ограничения, существует такая вещь, как Node.js. Node.js – это программная платформа, основанная на движке V8. V8 – это интерпретатор JavaScript, который создан Google. Ну, он open-source, но Google – это maintainer, скажем так, этой вещи, этого движка. Она превращает JavaScript из узкоспециализированного языка в язык общего назначения. То есть с помощью Node.js можно запускать JavaScript не только в браузере, но и на компьютере, на сервере, в телефоне можно запускать и везде, где только есть Node.js. Node.js – это очень кроссплатформенная вещь, позволяет запускать JavaScript-код, в том числе и на микроконтроллерах, например. Так что JavaScript – это не только браузерная история, он сейчас работает везде, на любых системах, любых окружениях. Node.js добавляет возможность JavaScript-у взаимодействовать с устройствами ввода-вывода ч.св API, подключать внешние библиотеки, написанные на разных языках, обеспечивая вызовы к ним из JavaScript-кода. Так вот, мы поговорили о том, что такое Node.js. Давайте приведем несколько примеров. Демонстрация использования. Допустим, мы имеем скрипт, написанный на языке JavaScript. У таких скриптов расширение .js. И вот мы написали какой-то код. Не будем пока разбираться, что он делает, ну, как он устроен. Просто у нас есть такой файл. Как его запустить? Откроем консоль, вводим команду Node и пишем название скрипта. И нажимаем Enter. И скрипт выполняется. По сути, ничем не отличается от Python, например. Когда мы запускаем питоновские скрипты, мы пишем в консоли Python, script.py и нажимаем Enter. Тут все то же самое, просто вместо Python команда называется Node. Что же произошло? На второй строчке программы мы, скажем так, подключили в наш файл библиотеку модуль для работы с файловой системой. Он называется fs. А дальше с помощью специальной функции, которая есть в этом модуле, называется readFileSync, мы прочитали файл script.js, вторым параметром передали котировку, в которой этот файл создан, и вывели его с помощью команды console.log в консоль, собственно. То есть, по сути, мы прочитали файл, в котором содержится этот код, и его же вывели. По сути, написали такой квайн. Если вы не в курсе, ну, если вы не знаете, возможно, квайн – это специальные программы, которые при запуске выводят свой собственный исходный код. Вот такой вот квайн на JavaScript. Так как у нас может возникнуть потребность использования не только своего кода, который мы пишем, но и библиотек, которые написаны другими программистами, то в экосистеме Node.js есть такая вещь, как NPM – Node Packaged Modules. Это пакетный менеджер для JavaScript. Если это Python, то там пакетный менеджер называется pip. Допустим, в Ubuntu в репозиториях пакетный менеджер называется apt-get. Есть пакетные менеджеры, допустим, для разработчиков C Sharp – это Nougat. Для разработчиков на Java – это Mavin. Для JavaScript – собственный пакетный менеджер – NPM. Мы с помощью него можем устанавливать библиотеки, которые написаны другими программистами. Например, установим библиотеку для подсчета MD5-хэша. Называется MD5 и устанавливается специальная команда npm install md5. То есть, если бы это был Python, то у нас был бы pip install md5, а здесь npm install md5. То есть, все точно такое же, как и в других языках программирования. Никаких особых отличий нет. Можно создать и свои собственные модули. То есть, npm, на самом деле, это целый репозиторий пакетов, npmgs.org. И в нем это хранилище, хранилище очень больших хранилищей всевозможных пакетов. И мы можем создать свой собственный пакет очень просто. По сути, нам нужно создать папочку какую-нибудь, в которой мы будем хранить исходники нашего пакета, и выполнить в ней команду npm init-y. Команда npm init инициализирует эту папочку и превратит ее, эту директорию, в npm пакет. По сути, она создает файл специальный, называется package.json. В файле package.json хранится мета-информация о пакете. Такая как название пакета, его версия, описание, какие-то ключевые слова, информация об авторе, список зависимости пакета. То есть, если пакет зависит от других пакетов, то весь список зависимости тоже содержится в этом файле. И еще много-много другой полезной информации, которая может использоваться как программистами этого пакета, так и пользователям этого пакета. Перейдем к практике. Создадим свой первый, скажем так, пакет. Ну и вообще посмотрим на практике, как это работает. Я в своей работе использую IDE WebStorm. И сейчас я создам новый проект. Пустой проект. И посмотрим, как вообще это работает. Выбираю пустой проект. Создаю. И создаю в нем файл какой-то с решением JS. Исходный. Допустим, script.js. Давайте сюда скопируем все то, что было в слайде. То есть, вот этот код. И посмотрим, что он действительно делает то, что я вам продемонстрировал. Вот мы создали файл. Теперь открываем терминал. И запускаем этот файл. нода, script.js. И мы видим, что действительно все содержимое файла вывелось в консоль. Кроме модуля FS в Node.js есть множество других встроенных модулей, которые позволяют запускать программы, которые позволяют создавать пеп-сервера, которые позволяют делать практически все, что нужно. И можно их использовать. Кроме этого, можно подключать дополнительные модули, которые написаны другими разработчиками, так как я и говорил. Давайте выполним npm init. и увидим, что у нас создался файл package.son. Зачем вообще я вам это рассказываю? Казалось бы, мы же фронтенд-разработчики. Так вот, в работе фронтенд-разработчика часто бывает необходимость, допустим, ну, так как мы разрабатываем веб-приложения, то мы хотим их запускать у себя на компьютер и, допустим, отлаживать, что-то менять, смотреть, что у нас получилось. И для этого мы должны запустить у себя на компьютере какой-то веб-сервер локально, который будет эти файлы, условно говоря, ну, который будет, который позволит нам просматривать то, что мы напрограммировали у себя в браузере. Так как фронтенд-разработчики имеют дело с JavaScript, то, соответственно, гораздо проще, если и вот эти сервера, наши специальные development сервера, будут написаны тоже на этом языке программирования, потому что он, ну, как нам, он нам известен, и он для нас гораздо проще, чем если бы это было написано на каком-то другом языке программирования, который мы не знаем. Так вот, давайте напишем какой-нибудь простенький веб-сервер, но на JavaScript. Соответственно, создаем файл server.js и начинаем писать. Для работы с HTTP, для создания серверов в Node.js специальный модуль называется HTTP. Секунду, напечатка. HTTP. Модуль HTTP встроенный, и мы можем его подключить вот таким способом. У HTTP есть команда create server. которая позволяет создать, собственно, сервер, условно говоря. Она принимает функцию обработчик, которая принимает два аргумента. и мы можем, допустим, на каждый запрос вывести что-то в консоль. Эта функция вызывается на каждый запрос к этому серверу и выполняет свой содержимое. Давайте напишем код, который на каждый запрос выводит в консоль какое-нибудь сообщение. Для того, чтобы запустить сервер, используя команду server.list. И в качестве аргумента мы передаем порт, на котором запустить, собственно, наш сервер. Допустим, это 3000. И добавим некоторое сообщение о том, что мы действительно запустили сервер. Теперь, когда мы запустим наш сервер, мы увидим, что у нас вывелось сообщение server.started. и скрипт не завершил свое выполнение. Это значит то, что он ждет, то, что сервер действительно запущен, и что он ждет наших запросов. Откроем в браузере страницу localhost 3000 и увидим то, что у нас в консоль действительно вывелось сообщение hello. Допустим, обновим страницу несколько, допустим, сделаем еще раз запрос и увидим еще одно сообщение. Но не все так просто. Видим то, что у нас в браузере во вкладке крутится прогресс бар. То есть что-то не то. Почему так происходит? На самом деле все просто. Мы здесь вывели консоль лог, но мы не обработали запрос. У нас есть объект response, который имеет специальный набор методов. Например, метод end. метод end позволяет сказать Node.js, что мы обработали запрос, и что можно его завершать. Пока запрос не обработан, он висит в подвешенном состоянии и занимает, скажем так, вычислительные ресурсы. Давайте перезапустим наш сервер и убедимся, что теперь у нас запрос обрабатывается, но так как в ответ мы ничего не возвращаем, у нас показывается пустая страница. Давайте создадим какой-нибудь HTML файл, например. index.html пишем и напишем здесь hello world как очень банально все. И убедимся, что он действительно отображается. Откроем его в браузере и увидим, что у нас действительно отображается hello world. Но это не очень интересно, так как у нас мы хотим открывать не в браузере таким способом, а с помощью нашего сервера. Так вот, напишем здесь такой код, который читает содержимое этого файла и отправляет в ответ на запрос. Читать файл мы уже умеем. Подключаем модуль fs. Здесь, помимо вывода в консоль сообщения hello, делаем такую вещь. Передаем имя файла, index.html, кодировку, в которой этот файл, utf8 и отправляем содержимое этого файла в ответ на запрос. Теперь, когда мы перезапустим сервер и обновим страницу в браузере, мы увидим hello world. То есть мы только что написали сервер, который позволяет отдавать html страничку. Сколько у нас это заняло места? Секундочку. Всего 15 строк, меньше, чем 15 строк. Точно таким же образом можно написать сервер, который позволяет работать не только с html файлами, но и с другими скриптами. В объекте request у нас есть несколько дополнительных полей. Например, request.puff или, например, request.method. Насколько я помню. Может быть ошибаюсь, но вроде нет. Запускаем сервер и обновляем страницу. И видим то, что у нас в конце не puff, наверное, а puff name. Наверное, так. Обновим страницу. Или url. По-моему, url. Вот, точно, url. Да, действительно. Вот. Request.method содержит метод, с которым был метод запроса, а url содержит адрес, по которому этот запрос был выполнен. Таким образом мы добавили небольшое логирование. То есть мы видим, что когда мы откроем страницу, ну, запрашиваем, откроем этот url, у нас запрашивается два, на самом деле, url. Slash – это корневое url. И favicon.iq – это url favicon. Браузеры запрашивают favicon.iq – это, ну, такой значок во вкладке, который используется для вкладки, для создания ярлыков, автоматически вот по такому адресу. Вот. Давайте добавим на нашу страницу какой-нибудь стиль. Допустим, html, стили, какие-нибудь красивые стили. Мы же не хотим просмотреть текст. Мы хотим делать красиво. И оцентруем наше сообщение h1, допустим, по центру страницы. Делаем body. h1, у нас же используется h1, верно. У h1 делаем margin top 50%, margin left 50% и transform translate минус 50%, минус 50%. И если я правильно понимаю, то наш блок, а, наш блок должен сейчас оцентроваться по центру. открываем снова в хроме и видим то, что ничего такого не произошло. Почему? Потому что мы в html файл не подключили наш стиль. Нужно подключить с помощью тега link. Пишем здесь style.css. И теперь, если мы обновим страницу, то мы увидим то, что наш блок куда-то пропал. Вот он. Почему так произошло? Потому что мы не указали еще вот такую вещь. Обновляем страницу по центру. А, его так надо еще сделать. Не работает. Я забыл, как работает CSS. Надо посмотреть. По-моему, я что-то где-то накосячил. Margin top, margin left. Margin top 50%, margin left. А, потому что, да, я указал марж, надо просто top left. Точно. Вот в чем дело. Position absolute. Обновляем страницу. И все, видим, что надпись по центру. Ровно по центру. Давайте сделаем ее чуть-чуть больше. Font size, допустим, large. Обновляем страницу. Она стала меньше. Очень странно. Давайте сделаем 140 пикселей. Чуть-чуть поменьше. Давайте, допустим, 86 пикселей. О, так красивее. И давайте сделаем, допустим, font family. Давайте не будем с лифта. Давайте сделаем ее, допустим, оранжевый. Font. Coco. Не оранжевая, допустим, какой-нибудь там dark green. Чемно-зеленая. Отлично. Мы добавили некоторые стилины в нашу страницу. Но мы открываем ее посредством, ну, просто напрямую, как файл. Как же сделать так, чтобы она отображалась при запросе нашего сервера? Мы обновим страницу на сервер и видим, что ничего не меняется. Нужно добавить наш сервер, который мы тут написали, отдачу разных файлов на разные запросы. Мы видим то, что у нас запрашивается слэш, слэш style.css и слэш ловикон айка. Но на каждый запрос мы отдаем одно и то же. Давайте сделаем, перепишем сервер таким образом. if request url равно слэш style.css делаем вот так readdir style.css и отправим его. Иначе считываем html и отправим html. Перезапускаем наш сервер. Обновляем страницу и видим, что действительно у нас все наши стили подгрузились и html-код тоже подгрузился. Давайте теперь добавим давайте теперь задеплоим все это в интернет, чтобы это было доступно в интернете и все могли посмотреть, какие мы крутые разработчики. Чтобы это сделать, нужно, во-первых, создать остановим пока наш сервер создать репозиторий на гитхабе. Открываем гитхаб и создаем репозиторий. New repository назовем его frontend super frontend public там добавим readme create repository. Отлично. У нас есть репозиторий. По сути, репозиторий это как хранилище исходного кода. Мы можем сюда загрузить весь наш исходный код и дальше с ним работать. Выбираем клонируем репозиторий на наш компьютер. Секунду. Я перейду в специальную папку и выполню команду git clone. Теперь перейду в эту папку super frontend и увидим, что у нас здесь наша репозитория у нас создался файл readme.md и можем сюда добавить все наши файлы, которые мы только что создали. Давайте откроем эту папку тоже в webstore. Open. Секундочку, я ее найду. Frontend она называется frontend она называется super frontend open и мы видим собственно вот наш readme.md Давайте скопируем все эти файлы и ставим вот сюда. А это мы закроем. Это нам больше не нужно. Кажется, у меня чуть-чуть зависло. Хе-хе. Ладно, не будем трогать конца. Теперь нам надо все эти файлы закоммитить от специального git add и git push запушить. Дожидаемся выполнения команды и обновляем нашу страницу в гитхабе с репозиторием и видим то, что у нас здесь появились все наши исходники. Для того, чтобы задеплоить наш сайт надо немножечко изменить файл это мы закроем файл package.json Что я закрою? А, я закрыл не то. SuperFronted откроем а вот это вот закроем отлично надо немножко изменить файл package.json в файл package.json есть такая секция скрипт которая содержит набор специальных команд наиболее часто используемых для работы с любым проектом есть такая команда называется start она используется для создания для запуска нашего проекта а так как запуск нашего проекта выполняется командой node server сервер то мы именно ее будем использовать теперь когда мы введем npm start у нас автоматически запустится наш сервер и мы будем счастливы условно говоря давайте закоммитим изменения git 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 add minus minus al git commit minus am script и git push дожидаемся пока все отправится обернем страницу и видим наши изменения add start script открываем here и создаем там тоже наш проект login out ждем дожидаемся все загрузилось отлично мне нужно что-то удалить из этого потому что здесь слишком много всего в бесплатной версии эфирока позволяет создать всего лишь 5 проектов 5 сайтов поэтому я что-то из этого удалю например вот этот проект он мне уже не нужен я его удалю delete up вводим delete up отлично создаем новый проект нажимаем new create new app выбираем map name super frontend выбираем где он расположен в европе поближе к нам чтобы быстрее было все и создаем проект отлично а теперь можно ну а нужно в этот проект каким-то образом загрузить наше приложение есть множество способов как это сделать можно с помощью консольной утилиты хироку можно с помощью дропбокса это загрузить можно при коннекции к гитхабу то есть есть интеграция с гитхабом и позволяет именно прямиком из нашего репозитория весь проект загрузить прямо на хироку и запустить нажимаем гитхаб выбираем ищем все проекты которые у нас есть и ищем наш проект super frontend вот он находится нажимаем кнопочку connect и нажимаем deploy branch у нас запускается специальный скрипт который идет в гитхаб выкачивает содержимое и определенным образом обрабатывает и запускает тут какой-то лог вот launching и мы видим то что у нас наше приложение успешно задеплоено и запущено мы можем его открыть и увидим то что ничего не происходит почему ничего не происходит вернемся назад откроем сервер и посмотрим вот сюда мы видим то что мы здесь запускаем сервер на 3000 порту но Heroku ничего не знает о нашем 3000 порту и Heroku ожидает от нас что мы запустим сервер на специальном порту который он нам сам скажет он говорит этот порт через переменное окружение и доступ переменное окружение называется порт доступ к этой переменной можно получить через специальный переменный процесс env.port то есть если мы сделаем вот так порт и запустим допустим вот так сделаем и запустим наш скрипт вот таким образом порт равно 1234 нода сервер то у нас выведется вот такая надпись вот такой ситексис обычно создает переменное окружение и она доступна внутри node.js а вот через процесс env хироку нам точно так же эту переменную окружение задает и мы должны ее использовать для того чтобы запустить наш сервер на том порту на котором нам нужно давайте основим наш сервер снова делаем git снова делаем commit порт и делаем git push дожидаемся пока все запушится обновляем наш репозиторий видим то что все изменения приехали в нитхаб и нам нужно теперь передеплоить наше приложение собственно для этого достаточно еще раз нажать кнопочку deploy branch он заново зайдет в git хаб заново скачает все новые изменения и запустит их и мы увидим то что все отлично работает если сейчас мы откроем приложение мы видим application error внезапно надо посмотреть что там произошло откроем логи и непонятно почему а вот title это еще не успел обновиться вот откроем наше приложение по адресу специального super frontend herocoapp.com и видим вот наш hello world зелененький все как полагается по центру видим то что приложение сразу застут на поверь HTTPS и вообще все превосходно теперь можем копировать эту ссылку и отправлять нашим друзьям и говорить какие мы крутые фронтендеры соответственно heroco есть куча других возможностей например есть возможность автоматически деплоить из гитхаба то есть когда мы пушим новый код гитхаб он автоматически подвешивается на это событие пересобирает наше приложение запускает его новое таким образом у нас всегда актуальное приложение доступно в интернете не нужно заботиться о том чтобы постоянно нажимать эту кнопочку deploy branch ну и есть еще масса других возможностей некоторые из них возможны доступны бесплатные версии некоторые доступны только в платной версии в общем масса вещей таким образом что мы сделали мы создали небольшое первое веб-приложение по сути этот сайт это веб-приложение просто оно такое статическое показывает hello world мы написали сервер который позволяет это приложение запустить у себя локальное и посмотреть что оно из себя представляет мы создали репозиторию на гитхабе в котором лежат исходники этого приложения и все весь этот код мы загрузили на гитхаб и также мы создали приложение на хироку я его кстати закрыл давайте его откроем которое приложение на хироку и задеплоили в это приложение в этот проект наш код и запустили и наше приложение которое мы создали с hello world надписью оно доступно в интернете и всему миру на следующих лекциях мы покажем как все таки начать программировать потому что то что я сейчас показал это не совсем прям в контакте но уже очень близко к этому на сегодняшний день а на сегодня это скажем так все и если у вас есть вопросы я готов на них ответить а если нет то всем спасибо и до встречи через неделю спасибо Продолжение следует...